Всем большой привет! Ну что, это мое первое видео в роли американского гражданина! Спасибо огромное всем за ваши поздравления, за ваши комментарии, за ваши сообщения в соцсетях, было безумно приятно. И прежде чем я перейду к рассказу о церемонии, хочу вернуться к теме прошлого видео, буквально в двух словах о процессе получения гражданства. Значит, на сегодняшний день стоит 680 долларов, и, как оказалось, далеко не у всех оно занимает 3 месяца. Так как мне писали на разных форумах, со мной сидел рядом канадец, оказалось, что его интервью было в ноябре, а вот церемония только в конце января. Меня позвонила поздравить знакомая, она подавала, как казалось, документы на 5 дней раньше меня. Ее интервью было тоже на 5 дней раньше меня, 20 января, и когда она спросила, когда будет церемония, ей сказали, что на ближайшие 2-3 недели у нас все расписано, все занято, а церемония в Новом Орлеане проводится каждую пятницу. И, скорее всего, ее церемония будет аж в марте, после праздников, в то время как мое интервью было 25 января, в понедельник, и меня тут же офицер спросил в конце, а смогу ли я приехать на церемонию в ближайшую пятницу 29-го, на что я, кстати, растерялась, и я сказала, не знаю, он на меня посмотрел большими круглыми глазами, что, наверное, я была первая, кто так ответил. Еще одно знакомое интервью было весной, получала она гражданство аж в начале осени, то есть от чего это зависит, я не знаю, как я, кстати, спросила в конце церемонии работника иммиграционной службы одного, он сказал, что, скорее всего, зависит от вашего кейса, то есть от вашего дела, есть ли дополнительные вопросы, есть ли какие-то моменты, которые остались немножко непонятны у офицера. Поэтому, если у вас была похожая ситуация, если вы знаете, в чем дело, пожалуйста, напишите в комментариях, по крайней мере, другие тоже могут это узнать. Боялась, что не разрешат снимать церемонию, так как подписчица написала, что в Чикаго не разрешили, только фотографии в конце, но у нас все можно было. В этот день гражданами Америки стали 57 человек из 31 страны мира. Проходило все в иммиграционном офисе, там же на Морляне, где и все остальные процедуры, предыдущие этапы, и это был своего рода актовый зал, небольшой, в середине сидели мы, будущие граждане, по бокам от нас, с двух сторон сидели наши родственники, друзья, перед нами была сцена с трибуной, за которой в течение церемонии выступали три представителя миграционной службы, паспортного стола, и также с двух сторон от сцены висели два экрана телевизора. Перед входом в актовый зал мы, будущие граждане, сдавали свои грин-карты, зеленые карты, расписывали свидетельства, которые выдается каждому новому гражданину Америки, свидетельства удостоверяющие, чтобы стали гражданами, там вклеена ваша фотография, кстати, та фотография, которая идет на вашу самую первую грин-карту, ваше имя, фамилия, в каком месте прошла церемония, дата, ну и так далее, попросили это свидетельство не светить нигде. И также нам выдали вот такой конверт, написано, тут US citizenship and immigration service. И вот все то, что было в папке, сейчас постараюсь быстренько показать, буквально за минуту, значит, флаг, которым мы размахивали, пока пели песню, это программка сегодняшней церемонии, видите, здесь написано 29 января 2016 года, Новая Орлеана, указаны все те страны, точнее, люди из этих стран сегодня стали гражданами Америки, 31 страна, вот здесь в конце есть Польша, Россия, Украина, это из наших близлежащих, это здесь 8 перечисленных людей, которые проводили церемонию, это памятка для тех, кто собирается голосовать, это декларация о независимости и конституции Америки, хотела сказать уже России. Так, здесь бумажечка, на которой написан гимн, тоже мы его пели, и присяга на верность, тоже мы ее принимали, зачитывали. Так, здесь книжечка, мне кажется, что-то историческое, так-так-так, The Citizens Almanac, то есть алманах граждан. Так, еще одна памятка, поздравляем с тем, что вы стали американским гражданином. Это бумаги, которые нужно будет заполнить для того, чтобы получить паспорт. Кстати, представьте, получается, я сейчас могу выехать по русскому паспорту, а вот заехать не могу, потому что грин-карты нет, а паспорта еще тоже нет. И это письмо, вот оно было представлено в таком конверте, письмо от президента Америки. Ну, в общем, он нас поздравляет с тем, что мы стали гражданами Соединенных Штатов Америки. И папочка, в которую нужно будет вложить и в ней хранить сертификат, который нам выдали в самом конце, сертификат, который доказывает то, что мы стали гражданами Америки. Вот здесь есть четыре прорези, как раньше мы в альбомах фотографии хранили. Примерно полмиллиона человек ежегодно становятся гражданами Америки. В среднем это 400-700 тысяч. Самая большая цифра была зарегистрирована в 2008 году, когда более миллиона человек стали гражданами Америки. Вся церемония у нас заняла максимум минут 45-50. Все прошло быстро, непринужденно, довольно-таки интересно. Мы в самом начале церемонии посмотрели видео, которое было сделано из черно-белых фотографий под довольно-таки приятную музыку. Субтитры создавал DimaTorzok После просмотра этого видео с нами провели беседу на 5-7 минут о том, что нам теперь дает гражданство, какие у нас есть права, какие у нас теперь есть бенефиты, привилегии, о том, что мы можем получить больше государственной помощи, если она нам может понадобиться в будущем. И, кстати, интересный факт, что если у вас есть дети, проживающие с вами, которые еще не достигли 18-летнего возраста, то они автоматически в этот день становятся гражданами Америки. Единственное, что нужно заплатить эту же сумму, 680 долларов, или 600 для них, для получения вот этого же, такого же сертификата. Ну, по крайней мере, ему же не нужно проходить интервью и долгие процессы оформления гражданства. После этого нас попросили встать, и мы пели гимн Америки. Также мы прослушали поздравления президента Соединенных Штатов Америки, Барака Обамы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После этого был момент, когда называют все страны, которые указаны в программке, которые в этот день представлены, и представители этих стран должны вставать. Еще мне очень понравился момент, когда один из выступающих сравнил Америку с Джамбалай. Джамбалай – это известное блюдо, родиной которого является Новый Орлеан. Это блюдо, основным компонентом которого является рис, куриное мясо, копченые сосиски, болгарский красный перец, креветки, овощи, томаты, лук. Оно получается довольно насыщенно. Также еще другие морепродукты могут добавляться. И все американцы, которые приезжают в Новый Орлеан, они его обязательно пробуют. Но, как сказал этот человек, Америка, она как Джамбалай, она большая, она состоит из разных ингредиентов. И добавив новые ингредиенты, мы можем улучшить вкус Джамбалай. Значит, приняв вас, новых иммигрантов, новых граждан нашей страны, мы делаем нашу страну лучше, мы даем возможность ей стать лучше. Было очень приятно. После этого, когда все уже стояли, мы приняли присягу на верность. И после этого опять была полезная информация, и уже почти в конце мы пели песню. Причем это был довольно-таки патриотичный момент, когда мы все должны были взять вот эти флажки, которые у нас были представлены на конвертах, и те люди, которые были на сцене, представители миграционной службы, у них в руках были большие флаги, и вот так вот мы пели песню и размахивали. Тоже субтитры были на экране телевизора. Субтитры были на экране телевизора. Тоже субтитры были на экране телевизора. Ну вот, в принципе, и все. Уже сам конец нам раздали светильства, на которых мы расписывали в самом начале. Мой муж снимал домой телефон, все боялись, что не хватит памяти. К сожалению, для того, чтобы было столько людей, не получилось снять так, как я бы это хотела. Ну, ничего страшного. Главное, что основные моменты все равно остались. Кстати, мой муж рассказывал, что когда он получал гражданство, то все проходило совершенно по-другому. Тогда у него было 200 человек, в тот день присутствовало на церемонии, но он, правда, ездил в город Хайтисбург у нас в Миссисипи. И церемония была гораздо дольше и не такой интересной. В общем, очередной этап моей жизни благополучно закончен. Можно перевернуть эту страницу и начинать писать новую главу. Всем спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, оно было для вас интересным. Пока!